Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Что я имею в виду, когда говорю, что рассада не вытягивается и идет вся в корень? Вот посмотрите, как работают методы Ивановой Науки. Вот сеянцы томата, готовые к пикировке. И вот посмотрите, где находятся корни. Вот именно так и должны выглядеть сеянцы для пикировки уже в большой стаканчик, уже в большой объем. Вот посмотрите, какие бороды наросли в корневой системе этих сеянцев. Очень хорошо развиты корневые волоски. Об этом свидетельствует то, что вот весь торф и субстрат весь прилип к корням. И поэтому они не оголяются и не осыпаются. Конечно, при пикировке такие сеянцы приживутся очень хорошо и никаких стрессов у них не будет. Как следствие, можно не бояться никаких там корявых плодов и всего, чем пугают, когда говорят о пикировке томата. Обратите внимание, что длина корневой системы больше, чем надземная часть. Именно поэтому я говорю, что надо стремиться наращивать корневую систему, а не ботву. Именно в этом случае у нас не будет вытягивания. Причем это сеянцы, которые выращивались без искусственной подсветки. Они выращивались на естественном освещении, которое идет просто из окошка. Результата можно добиться с использованием современных средств, не тратя деньги на подсветку. Можно вполне перенаправить питание из вот этой ботвы в корень. И корень, соответственно, будет очень хорошо нарастать. Я это показывал и рассказывал. Последнее время почему-то пошла волна на то, что нельзя заглублять ни рассаду перца, ни томата до семидольных листьев. На самом же деле это сделать очень-очень благоприятно. Потому что вот здесь будет идти нарастание дополнительных корней. При этом, обратите внимание, никакого ущерба для центрального корня, вот для этого корня нет. Он является абсолютно полноразвитым. Пикировочка с заглублением до семидольных листьев. Вот такой вот стадии сеянцев, когда уже здесь начали расти настоящие листочки, является абсолютно надежной. У вас здесь никакого отпада не будет. И не будет никаких ни черных ножек, ни черных ручек, ничего и никогда. Конечно, для получения вот такой вот мощной рассады, вот это средство замечательно используется. Но вы также можете еще раз пролить после пикировки. Тогда вот эта борода корней, вот здесь вот на этой заглубленной части, вырастет очень быстро. И быстро начнет питать ваше растение. При этом, опять же, это является абсолютной профилактикой какого-либо вытягивания, даже в условиях нехватки света. Поэтому подливы, что перца, что томата, что петуньи, что других растений являются очень благоприятными. Потому что именно в этом случае у вас будет расти именно корень, а не ботва. И тогда вы получите красивую приземистую рассаду, как в гипермаркете, на выставке или где-нибудь еще в каком-то хорошем и прогрессивном тепличном хозяйстве. Что ж, под сенью этого замечательного флор-де-оранжа прощаюсь с вами. До очень скорой встречи.